Сразу. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже с гранитурой, да? Все окей? Да, да, все нормально. Друзья, а с меня эхо есть? Сейчас, секундочку, давайте проверим. Излечим ли фибромиалгия? Да все излечимо, друзья. Когда вы узнаете, что такое... Вспомните формулу Эйнштейна. Энергия равно материя. Вот когда вы это поймете, наконец-то через себя пропустите, вы поймете, что все излечимо. На всех стадиях, даже на самых терминальных, все случается в этой жизни. Так, Ирина, теперь к вам. Расскажите, пожалуйста, во-первых, сколько вам лет, давайте знакомиться. Мне 33 года. Ребенку скоро 3 года уже. В садик собираемся. Мальчик-девочка? Сын, да, Дима. Сын, Дима. Атопический дерматик, да? Да. То есть, как бы я сейчас продукты, на которые его сыпят, ему очень редко ввожу. И если пытаюсь что-то водить, например, говядину, курицу, то начинается немножко сыпь, и я сразу убираю, естественно. То есть, такие продукты, как молоко, говядина, курица, рыба, всякие там яблоки, соки. Я просто не знаю, как ребенка в садик везти, потому что там просто нечем кормить. То есть, у него, получается, вы говорите, на продукты реакция. То есть, он берет такое, что-то съел, и начинает его обсыпать. Где обсыпать-то? Всего обсыпает, или какие-то части? Раньше были щеки, руки, ноги, а сейчас животик, плечи. Его начал сыпать, наверное, с двух месяцев. Да, когда два месяца исполнилось. А вот ему два месяца, на что его сыпало? На говядину очень сильно, вот то, что я выяснила. С два месяца на говядину? Да, я говядину ела. А, вы говядину ели? Он был на грудном вскармливании, да. Вот, и, ну, как бы, много чего было исключено из малого питания. Ну, плюс сладкое еще было, там, например, сгущёнка. То есть, тоже там прям ужас, что было. Хорошо, я слышу вас. То есть, молочные продукты в данный момент исключены. Единственное, что начало сыр понемножку давать, вроде нормально. Вот, и ни кефир, ни творог, ни молоко, ни губы, вообще ничего. Интересно. Слушайте, вот такой вопрос. Скажем так, есть ли еще что-то, кроме продукта, на что, как вам кажется, это может происходить? Ну, ну, замечали, не замечали, просто интересно. Замечала на, когда мы к моим родителям ездили в гости, там родители курят, и было прокуренное помещение очень сильно. И, соответственно, его моментально за сутки, там, вся попа была, чесалась в сыпи, и мы просто уезжали оттуда сразу же. То есть, я как бы с этим связываю, ну, может быть, вода, эскетиме, ну, вообще, прям за сутки. А вы откуда-то отсюда рядом, да? Я в Новосибирске, да. Понятно, замечательно. Значит, смотрите, ну, раз вы сюда, раз мы с вами говорим, то наша тема посвящена психосоматике, да, и вот вашему ребенку три года, и у него там с двух месяцев начинается высыпание. С двух месяцев его тело решает реагировать на какие-то ваши продукты питания, да, как вам кажется. Таким вот образом. Значит, самое главное, что хочу вам сказать, что вот если вы что-то едите, ну, ну, правда, наверное, в вашем молоке, ну, содержатся какие-то там вещества, там, с этим связанные, ну, наверное, что-то попадает, да, там, едите мясо, там, какие-то вещества специальные попадают, там, едите виноград, там, тоже какие-то вещества специальные попадают. Вопрос в том, почему ребенок, вдруг, бессознательная иммунная система, назовем так, ребенка решает, что это опасно. Высыпание, это реакция, которая говорит о том, что там, ну, да, вот это нельзя, это опасно, это там вызывает раздражение. Вот. И тогда, давайте попробуем поощрять просто все, что с вами, вот, все сейчас как скажу, я так слышу, вам никто не мешает, нам очень удобно даже. Давайте вы сейчас... я сейчас не одна. Да, это классный, замечательный способ. Давайте, вот, как зовут сына? Дима. Сына зовут Дима. И вот сейчас, давайте, вы Дима, вы Дима. Давайте. Глазки закройте, и вы Дима. вот почувствуйте свои, почувствуйте свои три годика. Вот прям у вас вы Дима, и у вас три годика, и ручки-ножки у вас такие маленькие, и вот походка у вас вот такая, и вы Дима, просто маленький мальчик, Дима. и сейчас возьмите и почувствуйте вот эти вот места на вашей коже, которые последний раз высыпали. вот прям почувствуйте. Как вы это ощущаете там с сухостью, зудом, воспалением, любым доступным для вам способом, просто почувствуйте эти места. Вот где там, на щёчках, на животике, на плечах, вот как сейчас оно, последний раз было, вот так это и воспринимаете, почувствуйте. А как корочка, может быть, или как плёночка, или как что-то, вот прям возьмите простое ощущение, словно вот я прошу вас вообразить, как будто они сейчас есть. Получается, Ирина? Получается. Как-то слабо получается, только плечи горят. Плечи начинают гореть. Ну и замечательно, вот пусть плечи горят. И вот сейчас плечи горят, и вам три годика. И вот сейчас держите это ощущение, но только теперь вы мама, вы Ирина. Вы мама, и вы Ирина, и вам 33, и теперь это ваш симптом. И сейчас смотрите, пожалуйста, на себя внутрь, чувствуйте, как теперь ваши плечи горят, и это ваша жизнь, ваши чувства, ваши эмоции. Я сейчас щелкну пальцами, вам 25, вопросов не задаете, раз, и 25. Глазки не открывайте. Не надо, мы продолжаем с вами беседовать. Если слышите меня плохо, скажите, вот сейчас 25. Сделайте парочку вдохов, как будто вам 25, и вспомните себя в этом состоянии, ни головой, ни картинками, но ощущением. Все, машина времени, вам 25. Я вас спрашиваю, скажите, Ирина, ваше 25, у вас есть это ощущение, ваше тело знакомо с этим чувством? Нет. Нет, замечательно. Вам 27. вам 29, и вот сейчас 29. Знает ли ваше тело это ощущение? Вам 29. Немножко, да. Да, вам 29, и немножко, да. И вот когда это немножко появляется? 28. Вот сейчас 28. Здесь правда голову включать не надо, анализировать не надо, слушайте меня, и ощущайте. Тело знает, тело точно помнит. Вам 28. Как там 28, Ирина? Тоже. Тоже плечи белят. Тоже плечи белят. Вам 27, Ирина? Нет. Нет. И вот 28, плечи горят. Сейчас 28, прям найдите момент, где плечи начинают гореть. Вот можете сейчас пока ничего не вспоминать, просто почувствуйте, что в какой-то момент, когда вам 28, раз и включилось это знание. Раз и тело почувствовало. И прям найдите. И сейчас медленно начинаете обнаруживать, вот просто начинайте вспоминать, что такого происходит, что ваши плечи начинают гореть. Просто ощущайте. Первое, что приходит, вам 28. И вот когда вам 28, плечи начинают гореть. Что для вас 28 такого, что вот такое ощущение запустилось? Тори. Мы планировали ребенка. Вот, классно. Вот сейчас там, и планируете ребенка. Замечательное дело. Планируете ребенка. Чего плечи-то начинают гореть? Что там такого происходит, когда планируете ребенка, что плечи начинают гореть? Вот какая там ситуация разворачивается, вы прямо в ней сейчас, в этом моменте. Что там, Ирина, с вами? Что так сильно планируете ребенка? Лечились мужем. Ой, планируете ребенка и лечитесь. И вот в какой ситуации вспомнили? Прямо какой момент вспомнили? И вот планируете ребенка и лечитесь. Что лечите? Муж худел, плюс гормональный фон был нарушен. Угу. И вот от чего там плечи начинают гореть? Вот что такого, когда лечитесь, когда муж худеет, гормональный фон нарушен? И вот от чего загораются плечи? На что реагируют? На какую мысль, мнение, знание, ситуацию? Что такого вам там сказали? Что такого там решили? Что плечи включились, отреагировали? Вот прям слушайте тело. Что такого? Угу. Муж пил, неправильно питался. Угу. И он сейчас любит выпить. Да. Муж пил, неправильно питался. И вот если муж пил, неправильно питался, ты там, ты Ирина, которая 28, твой муж неправильно питается, пьет, ему нужно худеть, гормональный фон настраивает, ты там, и для тебя 28-летний, планирующий ребенка, что это знает? Значит, какие чувства у тебя по этому поводу? Когда ты планируешь ребенка, строишь планы, оказывается, муж пил, неправильно питался, нужно худеть, и вот это для тебя что? Вот от чего плечики начинают гореть? Что это за чувства? Я просто мужа начинаю ненавидеть в этот момент. Гениально. Когда он пилет. Да, ненавидеть мужа. Гениально. И вот сейчас посмотри на него внимательно. вот тебе там 28, и вот твои плечики на что включаются? На какое чувство? Кто для тебя источник? Кто для тебя опасность? Молоко, продукты, или вот этот человечек, который рядом с тобой? Ты сейчас там. Чувство ненависти, защиты. Посмотри на него. Начинай ненавидеть там. Тебе 28, начинай ненавидеть его. Классное чувство. И вот с этим человеком будешь делать детей. Планируешь. Отлично. И сейчас тебе 28, посмотри на него внимательно. Чего не бросила? Не знаю. Вот сейчас ты там, тебе 28. Чего не бросила? Да. Потому что вместе уже давно. Да. Доверяешь? Ну, видимо, да, раз вместе. Да. И вот если муж пьет, вот прям его решение, его жизнь. Вот он, байкер у тебя. Вот такой вот он. Зачем тебе ненавидеть? Вот сейчас там, посмотри, очень внимательно. Да, пьет, да. Выбрал такую жизнь. Да, много раз говорила. Не исправляется, правда? Нет. Не исправляется. Классно. И ты не исправляешься. Здорово. До сих пор любишь эту игру играть? Да. Классная игра. Молодец. А вот теперь нам уже смотришь, тебе 28. И я появляюсь там, когда тебе 28 и говорю, вот он всю вашу долгую, огромную жизнь не исправится. вот прям вот все, бесполезно. И тогда там, посмотри, зачем злиться? Вот прям представь, вот возьми и узнай, что все, злость не поможет. И тогда смотришь на него, и как можно реагировать? Забрал злость. Глупо, бессмысленно. Как можно отреагировать? Сейчас посмотри. Все, спустился Иисус и говорит, вот все, по документам, твой муж будет таким до конца. Все. Давай. И тогда что? Смириться, принять его таким, как он есть. Да, вот смотришь сейчас на него, тебе 28, вот он взял бутылку и сигарету, смотришь на него, да. Он не курит? Да, ну вот там, что он пьет или неправильно там питается, да, взял гамбургер, там сало, вот бутылку пива в руки взял, сидит, ты смотришь на него и прям начинай принимать сейчас, вот прям там начинай принимать. Получается? Да. Трудом. Да, конечно, с трудом, смотри на него, вот он, он прям причемокивает сало и пиво, заливает это все, ему хорошо прям. И вот если ты злиться будешь, зачем тебе это, посмотри, Ирина, ты там. Видишь, как тело научилось реагировать на мужа, видишь, на что ты реагируешь, на какие продукты, видишь, на что включается реакция. Посмотри очень внимательно. И вот как на мужа, если научишься любить мужа даже таким, ребенок, ребенка перестанет обсыпать, ты там. И вот сейчас у тебя есть выбор, либо полюбишь, либо ребенка обсыпает. Все, будешь с ним до конца жизни, он будет таким. Досчитаю до трех, останется прежняя реакция. Выбирай. Один, два, три. Полюбила? Да. Да, Ирина. Посмотри, тут хохот-хохотом сейчас, а вот теперь посмотри, смотришь на меня и представляешь, что я твой муж. Ну, просто представляешь, прям воображением рисуешь, я твой муж. Ну, вот тот, который пьет и ест там сало, неправильно питается, у которого лишний вес и гормональный фон такой. Посмотри, какое чувство сейчас ко мне. Вот я твой муж. слушай себя очень внимательно. Давай. И я тебе говорю, Ир, знаешь, похоже, я вот буду таким. Мне, видимо, ценней, вот в этом я нахожу свободу и счастье. Для меня это много что. Посмотри, пожалуйста, на меня сейчас. Я твой муж. Что с тобой? Поделись чувством сейчас. Что там? Начинают плечи гореть злостью? Бесит? Да. Угу. Да. Зачем бесишься? Расскажи мне. Вот я твой муж. Я просто пытаюсь. то что? Зачем тебе это? Я, наверное, пытаюсь его изменить, и у меня не получается, и поэтому злость. Гениально. Видишь? Все, я тебе говорю. Я твой муж, и я тебе говорю. Не буду я меняться. Не готов. Не готов. И тогда что? И вот если я, вот сейчас посмотри на мужа своего, вот он, это я, я твой муж, и если я не изменюсь, готова жить с вами? Или готова злиться, беситься, чтобы ребенка обсыпало всего? Посмотри, прими это решение сейчас. Я тебе, если ты не поняла еще в жизни, что жизнь перед тобой станет, ставит этот выбор, я тебе сейчас это говорю. Этот человек всегда рядом, он для тебя трек-триггер. Он для тебя ходячий, пусковой источник раздражения. Нравится раздражаться? Твой ребенок заплатит за это вместе с тобой. Только ты побольше, у тебя не будет высыпания. А он сразу отреагирует. И вот сейчас я твой муж, и я тебе говорю, готова со мной жить, если я не поменяюсь? Вот останусь таким. Ты как чувствуешь? Да, я готова с ним жить. Готова. Зачем тебе злиться, Ира? Помогает? Сколько лет уже злишься? Помогает? Нет, не помогает. Вот сейчас ты муж, а я Ира. Вот ты муж, а я Ира, и я злюсь. А ты слушай, как тебе? А я злюсь. Я в бешенстве, я в ярости. Ты опять, я видел, что ты опять выпил бутылку пива. Я злюсь, я в ярости. Что с тобой? Как тебе это? Неприятно. Неприятно. Чего не меняешься? Потому что нравится то, что я делаю. Что нравится особенно? Пить любимое пиво. Что находишь в этом? Скажи по-честному. Пить любимое пиво. Что это для тебя? Отдых. Отдых. Теперь ты, Ира, посмотри, вот сейчас увидь весь мир. Увидь весь мир и увидь, что весь мир пьет пиво, все так делают. Блин, нормальный мужской отдых. Это правда его ценность. Ты готова принять, что у твоего мужа есть ценность? Я про него мало, что знаю сейчас, но сейчас мы об этом говорим ровно потому, что рядом с тобой есть человек, который тебя не отпускает. Отпусти его возможность, его право пить пиво. Отпусти. Я тебе обещаю, станет лучше. Вот прям приди сегодня, вот я муж, сегодня после встречи подойди и скажи, да пей ты свое пиво ради Бога. Я смирилась. Давай, скажи мне это. Пей ты свое пиво. Как тебе? Хоть сколько ради Бога. Вот как тебе? Веришь себе? Да, верю себе. Веришь? Готова рискнуть? Да. Ты еще никогда не слышала, что если мы отпускаем кого-то, перестаем контролировать, то удивительные вещи случаются. Я более, давайте я скажу, я вникать в подробности не буду, но есть такое ощущение у меня, подозрение, что для вас такая хитрая игра, ему быть плохим мальчиком, а тебе быть такой строгой мамой. Вот. Но вы играете в нее настолько серьезно, ну, там я в кавычках говорю, вы же не сознательно это делаете. Я тебе просто даю, так сказать, направление для внимания. Значит, первое, что бы я с тобой сделал, я бы вот эту тему в вашей семейной семье поработал. Когда ты мне говоришь этапический дерматит на продукты, там молоко, говядина, рыба, смотри, я-то точно знаю, что это условно-рефлекторная связь. Простой эксперимент Павлова. Берут собаку, кормят там одним видом продуктов, и все нормально. Кормят другим видом продуктов и бьют током в этот момент. В следующий раз собака, когда увидит продукт, но током бить не будут, она шарахнется от этого продукта. Понимаешь логику? Угу. Она начинает бояться продукта, потому что ее тогда били током. И судя по всему, ребенок условно-рефлекторно, не судя по всему, а так всегда происходит, условно-рефлекторно связывает эти вещи. Потом в твоей жизни происходит так, что ты вдруг, ты же не смотришь на то, что ты в это время, например, разлилась на мужа. Но если бы работали дальше, я бы тебе это показал. А у тебя уже появляется твое знание, твое, как будто бы вот молоко, говядина, рыба. Его правда от них обсыпает 100%. Но, когда работаем с мамами и убираем вот эту хрень, вот это знание про то, что молоко опасно, и тогда ты начинаешь сдавать молоко спокойно. И у ребенка проходит реакция. Оно перестает быть для него опасным. В три года он в рапорте. Дашь молоко с кайфом, прям вот так все будет. Я тебе обещаю. Может быть, чуть меньше обсыпет, потом еще меньше и уйдет. Это как условно-рефлекторная связь. Понимаешь? Тело усвоит новое. Пока что он с тобой в рапорте. И вот так вот мы разрываем маленькие кусочки. Первое. Что бы я с тобой делал, решал бы вот эту тему с мужем. Ну, то, что мы сейчас с тобой сделали. Потому что это первый условный рефлекс, от которого там ты говоришь, ненавижу его в эти моменты. Ты представляешь, сколько злости для ребенка, находящегося с тобой в рапорте. Это сигнал опасности. Все, что в него попадает, считай, в этот момент его бьют током. Вот как с собаками Павлова. Понимаешь логику? И тогда в следующий раз организм, получая молоко, думает, да ну нафиг, в прошлый раз такая тема была страшная с этим молоком, не надо. И начинается. Тут, 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 тут. Логика понятна? Да, я прям вообще все поняла. Ты все поняла. Особенно вот про сгущенку, когда я говорила, я его сильно обсыпала. Как раз был этот момент, что это был Новый год, он там напился до... До отвала. Да, 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 да. И вот я, твой муж, и я напился до отвала. Сейчас что делаешь? Подбегай, целуй меня, быстро давай. Я вообще никакой. Тьфу, любимый ты мой. Я тебя выбрала. Говори давай, я же твой муж. Я все равно выбрала тебя. И люблю тебя. Да, да. И вот заметь, пожалуйста, это. А дальше я... Мы бы шли с тобой дальше в работе, туда, где ты научилась вот этой реакции вообще. Понятно, что сейчас муж ее провоцирует, но у тебя какая-то тема точно есть про это. Почему тебе надо вот какие-то вещи вот так вот прям контролировать, злиться, раздражаться? Ну, там, в свою семью посмотришь, ты поймешь, откуда ты это набралась. Я просто не хочу, чтобы у меня ребенок стал таким. Ну, вот ты тогда у тебя... А он, как папа, будет себя вести. Он будет себя вести. Это же мальчик, он, да. А вот не факт, извини. У меня просто тоже в голове сидит, что муж, он мне сказал, у меня отец пил, и я буду пить. Я это очень запомнила, и у меня это вообще прям в голове сидит. Угу, классно. И вот, что у тебя там в голове сидит? Какую картинку ты нарисовала? Что у меня ребенок также будет каждый выходной с пятницы по воскресенье пить пиво каждый день. Угу. Слушай, ну, это, конечно, тема такая отдельная. Что они там делают такого страшного? Что за словом пить там? Непонятно. Ну, просто в одного три литра каждый день. Ага. И тогда у тебя есть страх, что, что, давай, что боишься? Ребенок будет так же. Так же пить много. Почему ребенок будет так же? Потому что он мальчик, и он повторяет за папой все. Угу. Если захочет. Даже сейчас. Да, и вот я твой ребенок. И вот скажи мне, посмотри на папу, ты можешь делать как он, а можешь не делать как он. Как хочешь. Никто не обязывает. Вот дай ребенку выбор. Вот сейчас своим страхом ты ему не даешь выбора. Ты своим страхом боишься и будешь делать так, что ребенок усвоит эту программу, я тебе обещаю. А теперь я ребенок, и скажи мне сейчас, в эту фразу, сын, ты когда ты вырастешь, ты если захочешь, можешь пить. Если захочешь, можешь не пить. Это выбор каждого. Вот прямо сейчас скажи мне это. Дим, когда ты вырастешь, ты можешь, если захочешь, пить, а можешь не пить. Это твой выбор будет. Угу. Понимаешь, в чем смысл этой фразы? Что он свободен и может сам выбирать. Да, а ты сейчас как после этой фразы? Не знаю, меня трясет. Тебя трясет. А вот что трясет? Это про что? Почему твой сын обязан пить? Потому что он хочет быть похожим на папу. Угу. Вот. Он его очень любит. Ага. А теперь задание папе. А теперь задание папе. Соответственно, эту фразу скажет ему папа, а потом когда-нибудь скажешь ему это. Пусть папа даст ему выбор. Если он любит папу, пусть папа ему этот выбор даст. твой муж что так решил-то? Вот с мужем, конечно, разобраться надо, это убеждение. А твой страх? Видишь, как работают страхи? Я тебе сейчас просто скажу. Я понял, про что еще. Рядом муж, который, ну, он пьет, как ты говоришь, да, и судя по всему, ну, то, что ты говоришь, ненавижу. Появляется вот эта тема про ребенка. Про то, что ты начинаешь бояться за судьбу ребенка. И тогда ты тогда начнешь эту тему обострять. Твоя тревога будет работать так, что ты начнешь строго смотреть, запрещать, выискивать, спрашивать, а с кем ты пошел? А они пьют. А почему? Все. Вот тогда будет бухать, обещаю. Понимаешь логику? Тогда эта тема для него станет запретной, страшной, опасной. Он пойдет туда. Как вот заколдованный. Понимаешь, как работают страхи мамины? Понимаю. Твоя задача прорешать страх. Сейчас это делать не будем. Есть убеждения, знания. Мужа точно надо сюда подключить, переговорить. Самое простое, что можешь сделать, переговорить об этом с мужем. Вот то, о чем ты сейчас говоришь со мной. И сказать, давай-ка, милый, с сыном поговоришь и расскажешь ему историю. Про то, что каждый мужик сам выбирает пить или не пить. И это совершенно не связано с отцом. Все это полная хрень. Если надо, откройте гугл, загуглите вообще несвязанные вещи. Вот хочет повторяет сценарий, хочет не повторяет. Хочет будет великим, хочет будет как папа. Просто обычным. Ну, там условно, я шучу, конечно. Вот эти вещи нужно немножко с тобой покопаться. Сейчас точно туда не пойдем. Это такая уже более такая сложная работа здесь. Моя задача была показать. В этом месте тебе нужно снять тревогу. Вот разобраться. Как только решишь этот вопрос, отпустишь, пьет он или не пьет, ты будешь спокойна, что у сына есть своя судьба и свой выбор. Хочет, будет пить, но сделает это. Ну, у него выбор есть уже. А пока что твои чувства не дадут ему выбора. Ты будешь в тревоге. Ты опять, ты туда. И вот он станет таким же, как муж, которого жена, сейчас ты, а до этого мама вот так вот, видимо. Ты куда? Ты чего? Почему ты ешь так? Почему ты там туда-сюда? Ну, вот это сценарные штуки такие. Они, правда, повторяются, риск есть, но они прорабатываются. Вот легко. Ты не переживай. С этим только нужно работать. Спасибо. Я главное поняла. Ты самое главное поняла. Ну вот, замечательно. Ладно, окей. Тебе огромное спасибо. Спасибо вам. Всего доброго, да. На здоровье. Ты меня отключай, потому что если я нажму, я могу что-нибудь сбросить. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова